На пушкинский диктант Наталья пришла вместе с дочерьми. Впервые, говорит, писала, когда старше было три. И с тех пор практически всей семьей здесь они каждый год. В пандемию, например, писали онлайн. За это время старшая дочь получила несколько дипломов первой степени. Маме же пока не так везет. Она говорит, что ходит больше для души. Очень уж любит произведения Пушкина. Конечно, первый раз я узнала, теперь уже и дочкам понравилось. Что младше еще не очень осознает и просто читает книжки, приходит с нами, а старше понравилось. Это же повод что-то узнать. Мы готовились, вчера читали. Сегодня участниками пушкинского диктанта стали больше ста человек. За один час им предстояло выполнить задания разного уровня сложности. В этот раз темой диктанта стала любовь и содружество в творчестве Александра Пушкина и поэтов пушкинского круга. Мы ощущаем себя русскими людьми, потому что говорим на великом, могучем, прекрасном, свободном русском языке, который был создан, сформирован и выписан великим Пушкиным. Именно он тогда, 224 года тому назад, от сегодняшней даты, родился и создал свои блистательные поэмы и стихи, письма и повести, романы в стихах и в прозе. Задания, кстати, различаются. Есть для дошкольников, школьников и взрослых. Оценки можно будет узнать в личном кабинете на сайте диктанта. А уже правильные ответы опубликуют после 11 июня. Кстати, участники получат сертификат, а победителей наградят дипломами. Продолжение следует...